Над вечной зимой Кремля Незримо небо хмурит брови. Всё бьётся, бедная страна, Всё тонет под потоком крови. Сто лет мы режемся в боях И умираем за идеи. Политиканы-фарисеи Нам так сочувствуют в словах. В запале красных и цветных Ведут в атаке, воспевая Герою вечно молодых, В агонях молодость бросая. Нам только кажется, что все Знамёна наши в разном цвете, А над Кремлём зима. Весне пройти на родину не светит. Февраль, столетие прошло. Посмотришь, что же изменилось. Страна сдалась врагу на милость, А время бесов не прошло. До сих пор я написал в феврале 2017 года. Как говорится, слушайте, думайте, пишите. Друзья, внизу, там под роликом, в описании, Имена тех, кто оказал помощь каналу. И там же ссылки для тех, кто может присоединиться, Хочет, имеет такую возможность и желание Присоединиться к их небольшой сплочённой группе. А теперь слушайте сам ролик. Приветствую всех подписчиков, всех настоящих друзей моего творчества. И, конечно же, рад приветствовать всех новых зрителей. Друзья, я вам уже говорил. Дело в том, что я давно пришёл к выводу. О том, что рабские цепи очень обожает Так называемый в кавычках народ. Он их любит и лелеет с маникальной страстью, Гибичу и оскорблением надсмотрщика. Который такой же надсмотрщик, точно такой же раб, Просто ранга повыше, и миски помоют в ней погуще, И даже с ложкой. Иногда даже ложка в этой миске стоит. Особенно гордят своим рабским положением Высоко вознесённые рабы, Которые часто могут даже есть на золоте и серебре. Под рабом я подразумеваю не только Обычного рядового гражданина, Живущего по правилам и законам Того или иного государства, Но слегка иногда, конечно, робко их нарушающего, Не имеющего большого дохода и собственности. Как правило, наёмного работника Или мелкого предпринимателя, Сильно зависимого от государства Или крупного бизнеса, Вынужденного в большую и лучшую часть Собственной жизни работать Без особого смысла. Чтобы содержать семью, Если она есть, Чтоб погасить кредит или ипотеку, Который почти всегда есть. Чтоб не голодать, Не потерять жильё и так далее. Чаще всего жильё тоже находится В кредите, в ипотеке. Ну, вы знаете, Рабские цепи со всех сторон, Каждое звено цепи Отдельно Составляет обычную часть его жизни. Такой человек всегда, Абсолютно всегда, Живёт в постоянном вечном страхе. Перед властью и перед преступностью. То есть он боится всегда власти. Такие люди, Вот они совершают обычные ненормальные поступки. Например, Когда они видят человека в форме, Они заранее начинают бояться. Этот инстинкт страха в форме, Он просто пропитывает сознание. Когда видят человек в такой форме, Он даже не знает, Что у него есть какие-то права, Что он, в принципе, Вот здесь спокойно на дороге стоит себе, И никому ничего плохого не сделал. А там идут люди в форме, И он уже заранее боится. То есть он не воспринимает людей в форме, Как защитников. Он воспринимает их, Как возможных преступников, Которые нападут на него, И будут всячески ущемлять его права. И когда ему такие люди, Например, приказывают что-либо сделать, Он это делает, Не даже не пытаясь сникнуть. Есть ли у них документы, Есть ли у них право что-либо делать, Или вообще есть ли право ему указывать что-либо. То есть, И, конечно же, Он все время боится преступников. Боится, что у него украдут кошелек в общественном транспорте, Боится, что дома у него украдут, Огравят дом, Что его детей ограбят по дороге из школы домой, Что жену ограбят в подъезде, Что машину украдут. То есть, он всегда, Пока он работает неделю, На дачу залезут, И там все утащат, Все, что могут утащить. То есть, человек постоянно живет В постоянном прессинге страха. Вторая категория, Вторая категория, Это те, кто повыше, Это госчиновники более высокого ранга, Администраторы крупных фирм, И системообразующих финансовых структур, Вроде Сбербанка. Среднего пошиба криминального авторитета, Они тоже все живут в постоянном, Липком морке страха. Причем, этот страх у них сильнее, Чем у первой категории. Заглушая свое мучение, Дозволенное в их среде, Пределом роскоши везде, Ведь на каждом месте Есть свой дозволенный предел роскоши. Алкоголем, наркотой, путешествиями. Все время разобучены тем, Что спрятать, скрыть свои доходы, Переписать их на тещу, на сестру, На, не знаю, на еще кого-то, Купить где-то тихо. Недвижимость за границей, Которая не попадает под действия Российского законодательства, Спрятать деньги в зарубежном банке, И так далее. Они не понимают, Что любые их действия, Они все системе давно известны. Что это все сохранить в секрете Совершенно невозможно. Так вот, Заглушить свои мучения, Они пользуются, Помимо того, что Покупают все, что нужно им, И то, что не нужно, Тоже, чаще всего, то, что не нужно. Они еще и груз, все это алкоголем, Наркотой, путешествиями, А самое главное, Унижением лиц первой категории. Для такого администратора, Например, очень приятно Унижить человека, Находящегося на служебной лестнице, Рабской служебной лестнице, Ниже него самого. То есть, издевательность над теми всеми, Кто ниже, надо так сказать, Кому он относится как к быдлу, Это для него даже слаще, Чем наркота. При этом, в отличие от первой категории, Они постоянно нарушают законы, Серьезно. И постоянно. То есть, Законы, конечно, Они тоже верят, Существует закон, И они его нарушают. Закона на самом деле, Никого нет, Но они служат закону, И его постоянно, То есть, они говорят, Мы служители закону, Например, полиции. Или следователь прокуратуры, Или сам прокурор, Или судья. Они говорят, Мы служители закона. То есть, Мы служим некому такому эфемерному закону, Которого нет. Но на самом деле, Они постоянно, Постоянно, Ежедневно, Его нарушают. Самым грубым образом. Иначе, Они никак просто выжить не могут. Никто им задержаться на их должности не даст, Если они не будут постоянно, Делиться, Отнимать и делиться, Отнимать и делиться, Воровать, Брать взятки, Передавать наверх и так далее. То есть, Система построена, Рука руку кормит. Если ты не будешь нарушать закон, То ты и месяц не продержишься в этой системе. Они не могут никак выжить, Среди гигиен власти, Как и в ум сами и относятся. Если простые люди, Это все те, Кто получает зарплату, Они платят ее другим, А если платят, То весьма ограниченному числу наемных работников, То для второй категории зарплата вообще не имеет никакого значения. Они имеют совсем другие доходы, И все нелегальные, Или вообще чисто, Сто процентно криминальные. Это и является, Они вот эти все, И являются тем самым зверем, Гиенами, Которые крутятся вокруг крупных хищников. И их доходы можно отнести к таким доходам, Вот вроде как, Тем, которые ниже, Это, кажется, великие доходы, Но это доходы, На самом деле, Относятся К доходам, Которым можно назвать объедками. То есть к тому, Что не доели и бросили им под ноги Более крупные хищники. То есть они все относятся К категории падлящиков, Которые жрут то, Что не дожрали, Львы и тигры. Среди них, на самом деле, Рабская психология сейчас Доминирует над всеми иными мотивациями поведения. Вот эти мотивации поведения этих хищных животных, Она сейчас Прочно базируется только, Только, еще раз повторяю, На рабской психологии. А остальное потом прибавляется. Страх, ненависть, жестокость, звериная злоба. Это все прибавляется к рабской психологии. Эта вот рабская психология, Она присуща людям. Большинство окружающих Их воспринимает с завистью и раболепием. Они считают, что вот эти вот Жирные, грубо говоря, Кроты, Которые сидят где-то там в банках, Например, Или мощные такие гиены, Сильные, мускулистые, в форме. Они считают, что они словили удачу. Вот другие смотрят на них, не стоящие, И относятся к тем, Кто вытащил счастливый билет в лотерею, В жизни. Они считают себя достойнее, умнее, Выше тех, кто был или остается менее удачлив, Чем они сами. Карлос Кастанеда писал Сказки о силе. Воин ни перед кем не опускает голову, Но в то же время он никому не позволяет Опускать голову перед ним. Нищий напротив падает на колени, Шляпой метет пол, Перед тем, Кого считает выше себя. Но тут же требует, Чтоб те, кто ниже его, Мели пол перед ним. И не важно, друзья, Такой степень на иерархическую лестницу Дополз данный субъект. Он все равно нищий, Даже если весь осыпан Дорогими орденами и медалями. Без рабской психологии И извращенного менталитета Невозможно стать топ-менеджером Или епископом церковной иерархии. А это жуткая нищета душевная. Они нищие все. Потому что он готов снять Свою суртану, Свою шляпу, Свою бейсболку И мести пол, Лизать сапоги Выше стоящему. Без этого В рабской психологии Он жить не может. А всем остальным, То есть быдлу, Они ее постоянно внушают Через самовозвеличивание. Через систему наказаний Придуманных, Через систему подачек. Например, Когда надо получить Спокойствие масс Перед очередной Какой-нибудь гадостью, Которую они собираются сделать, Им что-то обещают. Обещают И иногда даже дают Прибавки Дополнительные выплаты Или просто увеличивают Всякие пособия, Подачки. Раб все время Должен жить в ожидании. Раб всегда живет В ожидании подачки Зрелища Праздника И дармового Куска хлеба. Когда ему Друг Высшестоящий Барин Скинет На пол Несколько Вонючих Грязных Монет. Он все время Вот ждет. И потом, Когда у него Есть монеты, Он, например, В молодой раб Пойдет купить пиво И пойдет на стадион, Где получит Зрелище Видит хоккея, Футбола Еще чего-нибудь. Или пойдет В там Стриптиз-бар Или просто в бар Или пойдет На танцплощадку. Главное, Чтобы есть Есть на пиво, Есть на хлеб И есть Деньги На то, Чтобы получить Зрелище. Власти Очень четко Умеют дрессировать Утратившие разум Вот эти Ряды Своих Адептов. Так называемые Народные массы. Я часто вам говорил Это аксиома. От имени народа Власть всегда совершает Самые страшные, Самые ужасные Преступления. И все эти преступления Власть всегда говорит, Что они совершаются Во имя народа, Во имя свободы, Во имя справедливости. Чем страшнее преступления, Тем, по мнению власти, Там больше Больше деяний Во имя Так называемого народа. То есть, Народные массы Всегда дрессированы Как животные В цирке Кнутом и пряником. Правда, В последнее время Они поняли, Что и пряник-то Особо давать и не надо Совсем. Побольше кнута И побольше обещаний Вместо пряника Обещаний пряника. Что вот завтра Будет такой пряник, Не пряник, А целый огромный торт. Только надо терпеть и ждать. И все у вас будет хорошо. Все люди, За малым исключением, Носители рабской психологии. Сами находящиеся В положении рабов. Слово работа Произошло от слова раб, Который должен работать. Слуга, Слух, Батраков, Холопов, Назваемых наемных работников, Рабочих. Выберите наиболее подходящий вариант, Какой вам подходит, Самостоятельно. Всю жизнь Они все работают на дядю. То есть, Продают собственный труд, Свои силы, Свою энергию, Свои здоровье. И, скажем там, С 30, 40, 50 лет Вкалывают на этого дядю. Чтобы в конце получить Подачку жалкую В виде пенсии. На которую раньше уходили Более-менее Еще можно было уйти В каком-то Сознательном возрасте. А сейчас эта пенсия Отодвигается на возраст Совсем у них несознательный. Когда уже все Жизненные силы И соки Из человека Уже высосала система. А когда сейчас Работы-то особо нет, То уж какая тут пенсия, Когда работы уже нет. То есть, Полностью Все люди От этого самого Погвладельца их труда, Того, кто купил их труд, Они зависят. И они согласны на все. На серую зарплату, На черную зарплату, На то, Что им по 3 месяца Не платят зарплату. Они считают, Что подобную модель И социальную модель Нормой по простой причине Они просто не представляют себе Иной формы Жить и быть. Не представляют себе, Так как существуют В жутком мороке лжи. Не потому, Что они Плохие или хорошие, А потому, Что они просто живут В мороке лжи. И просто не имеют, Не имеют представления о том, Как же можно жить иначе. Им кажется, Что как так, Если не будет хозяина С кнутом, Если не будет власти, Если не будет Пальца, Если не будет Госуслуг, То как же ему, Бедному, Жить-то. То есть, В голове Другой формы существования Никак не укладывается, Не ложится. Они Не представляют Иной формы, Не представляют себе, Так как существуют В жутком мороке, Еще раз повторяю, Страшные лжи, Которые правят миром. Я все время говорю, Ложь правит миром. И в которой Именно и создана Модель Такого Социума. Даже в относительно, Так сказать, Благополучных, Кавычках, Странах, Европы, До недавнего времени, Сейчас там везде Тоже начинается Разбор, Шатаниях И анархии. Балансированная система Такая, Что ты должен работать. И пока ты Выполняешь все Установки, Которые тебе Хозяев отдают, То у тебя Есть все. У тебя есть дом, Кредит, Машина, Кредит, Твои дети Ходят в приличную школу, Ты раз в год Или два раза в год Ездишь отдыхать, И все у тебя хорошо. Но как только Ты сделаешь шаг влево Или вправо Или потеряешь работу, То у тебя Не останется ничего. Ты Утратишь все сразу. Люди Очень даже просто, Например, Часто разрушают Свою жизнь Обыкновенным разводом, Когда начинают Делить имущество, Там дети Жили в доме, Они привыкли, Каждый ребенок, Например, Знав, Что у меня Своя комната, Своё пространство личное. И вдруг, Бах, Папа с мамой Разводится, Начинают все делить, Дом Выставляется на продажу, Они Переселяются В какое-то Съемное жилье, Ипотечные Кредиторы Делятся, Банки Навариваются На них там, И в общем-то Разрушается Вся жизнь Семьи. Суть этой модели Очень проста. Овца Сама хочет, Чтобы ее Стрыгли. Она хочет, Чтобы ее Охраняли, Чтобы ее Выпасали, Чтобы у нее Была такая Мнимая Безопасность Мнимая была. На самом деле Сегодня в Европе Опять-таки Они убедились, Что никакой У них безопасности Совсем нет. Что их Никто не пасет, Ну, Стрыгут, Но не пасут. А овца Никогда не верит, Что в один Прекрасный день Ее зарежут, Освежуют и съедят. Большая часть Не может поверить, Что Что можно Содрать С себя Шкуру Овцы. Можно Просто взять И выбросить Свою Овечью шкуру. Тем более, Что она Чисто символическая На самом деле Эта шкура. Нет, Овца Будет До последнего Защищать Свой морок И свою Призрачную Шкуру. Ибо Стать опять Свободным Человеком Очень страшно Овце И некомфортно Как вот Из овцы Опять Стать Человеком Это Страшно Это Некомфортно Чтобы Чтобы не Воровать Воровать То Однажды Добьются Невероятного Успеха То есть Смогут Разбогатеть Самая Глупая Надежда При этом Есть Например Выиграть Миллион Миллионы И возможно Сами Сделаются Господами Нет После того Как Выиграет Этот Миллион Там Отметят Крестиками Циферки И вдруг Миллион Свалился На голову Хотя Вся История Тех Кому Он Свалился Показывает Что Это И Приносит Им Еще Больше Несчастья И Возможно Они Вот Считают Что Вот Так Вот Сейчас Вот Куча Денег И Станем Господами Самая Тупая Мечта Раба Это Стать Богачом И Лежать В шезлонге Под пальмами А пахалами Рабы Или Рабов Без Сяких Проблем И Тревог Удовлетворяя Свою Похоть Сексуальную Удовлетворяя Требования Своего Желудка И Наливая Себе Вернее Ждать Пока Нам Льют Бокалы Самые Дорогие Напитки Но Все Дело В том Что На самом Деле Тех Кто Кого Он Врачами Они Работают Так Скать Рабские Живут Как Высокооплачиваемые Рабы И имеют Проблем Намного Больше Чем Тот Кто Например Гайки Где-то Прикручивает У них Жизни Проблем Намного Намного Больше Они Живут Куда В большем Страхе Тому В ком Горит Искра Создателя И Кто Исполняет Своё Предназначение Такие Глупости В голову Обычно Не Приходят Так Как Без Делие Равносильно Состояние Червяка В коконе Лежать На пляже В шезлонге Под пальмами В окружении Белых Рабынь Или Чёрных Рабынь Или Голубых Рабынь Или Силёных Рабынь Или Жёлтых Рабынь Можно Неделю Две Дальше Ум Зайдёт За разом Так Как У человека Есть Неисполненное Предназначение Есть Страшная Боль Душевная Немысленные Мы страдания И все Другие Действия Они Не принесут Ни удешения Ни удовлетворения Что бы человек Не делал И сколько Он в себя Шампанского Не вылил Висящий Перед Ослик Глазами Ослика Морковка В виде Завтрашнего Счастья Удачи Выигрышного Билета Богатого Наследства Грядущего Коммунистического Рая Дает Сидящему В котле У нечисти Рабу Которую Там Поджаривают Надежду На избавление От этих Мук Ну хотя бы В виде Пенсии Он не понимает Что он Вполне Может легко Отсоводить Себя От этих Мук Самых И не думать Ни о пенсии Ни о Доходах Каких-то Других Достаточно Вот 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 Действительно Будет Хорошо Потому Что Душа Ваша Обретет Счастье В своей Деятельности Третья Есть категория Это Супер Рабы Те Которые На вершине Пирамиды Почти Что Рабы Насмотрщики Рабы Поведители Рабов Владельцы Тех самых Невероятно Больших Заводов Фабрик Интернет Порталов Танкеров Там Страховых Компаний Этих Самых Как Медми Медиа Компании Медицинских Компаний Каких Угодно Компаний Директора Правления Крупнейших Банков Министры Президенты Ну Сами Все Знаете Об этой Категории Они Тоже Рабы Еще Более Несчастные Полно Зависит От Боли Энергетических Сущностей Которые Хозяева А поскольку Эти энергетические Сущности Уже Совсем Как Говорится Потеряли Свою Силу И они Уже Не способны Даже Нормально Кем Либо Сами Собой Не Руководить Не могут Своими Телами Видели Как Они Там Также Клинтон Падала В обмороке Меркель Это Ходить Не могла И В них Причем Подселены Маленькие Сущности Сущности Сильные Сущности Пока Еще Кое Как Держатся Но Их Слишком Мало И Они Не И И И Я Все Говорю У них Нет Реальной Картины Того Что Происходит Потому Что Вся Пирамида Власти Построен На Лжи И Вот Они Зависят Как Я Говорю Полностью Зависят От Этих Энергетических Сущностей И Пока Есть Остатки Финансовой Системы Они Будут Продолжают И Будут Продолжать Свою Безумную Деятельность Но Как Только Вся Эта Пирамида Рухнет Они Окажутся В том же Положении В Колом Оказались Самые Высшие Сильные Мир Всего Российской Империи Это Вот Просто За Несколько Месяцев Они Все Потеряли Полностью Тогда Это Российская Империя Случилось По Воле И Плану Гольштейна Романова И Они Сразу Что Сделали Они Побежали В Разные Стороны Как Тараканы Кто Куда Ну Кто Не Побежал Тех Просто Уничтожили А Потом Стали Служить Швейцарами В Отелях Таксистами Метродотелями И Так Далее То Вместо Чтобы Сражаться За Себя За Свои Семь За За Своё Будущее Вот Именно Вот Эта Которая Высшая Элита Она Вся Разбежалась Моментально То Есть Как Оказалось Ни Совести Ни Чести Ни Гордости У Большей Части Высшей Аристократии Российской Империи Никогда Не Было А Сегодняшний Вопрос Возникает А Куда Они Побегут Сегодня Вот Вся Элита Европейская Например В Мали Побегут Или Мавританию Где Конечно Схарчат Замилую Душу Кому Нужен Будет Тот Же Билл В В В В В В В Сахарок Или Круп Или Шваб Да Никому Они Не Нужны В Принципе И Еще Категория Тупых Марионеток Актеров И Просто Неживых Кукол Марионетки Вроде Саркази Актеры Вроде Бориса Джонса Куклы Такие С Подселенцами Вроде Пу Или Байдена Все Они Не Имеют Никакой Реальной Значимости И Влияния Их Задача Та же Самая Что У Горбата Мишки Или Эльцина Разрушить Структуру Управления Сегодня Они Все Выполняют Одну Задачу Разрушить Структуру Управления Своими Государствами Уронить Репутацию Своей Страны Совсем Потерять Своей Должности Цель Тоже Простая Если В 1917 Году Обрушили Россию Германию И Австрию То Сегодня Наш Надо Обрушить Все Так Называем Государства Особенно Те Государства Которые Ходят Так Называем Двадцатку Нечисть Неустанно Создает Совершенно Глупые Смешные Проекты Они Не Смогли Найти Сил Для Возрождения СССР На 9 Всего Надо Возродить С Последующей Реставрацией Империи И Явлением Великого Нового Императора Микола Третьего Причина Простая Полное Отсутствие Они Сами Не знали Что У них Нет Ни Силовых Структур Ни Административных Ресурсов Сначала Ведь Они Тупо 30 лет Уничтожали Армию Военную Промышенность А потом Начали Устраивать Операцию Малороссии В конце Я вам Дам информацию Еще По этому поводу В конце ролика Очень интересно Зато Последующий Ухватив Эту Гневую Идею Начали Срочно Восстанавливать СССР Виртуальном Пространстве Ну Они Увидели Тенденцию Такую Уловили И Бросились Срочно Восстанавливать СССР Появились Какие-то Самоназначенцы На высшие Должности Государства СССР Люди Которые Этим Занимаются Они даже Не представляют себе Что из себя Представляет Нас Представляла Нас Пример Государственные Устройства СССР Они Близко Даже Не представляют Себя И они Начали Воспешно Возводить СССР В ритуальном Пространстве Интернет Заполнили И сейчас Продолжают Заполнять Сотнями Фотографии О том Как хорошо Как прекрасно Было Жить В СССР Но Которые Говорят Против СВО Подонос Власти Садят Людей В тюрьму Люди Страны Этой Страны Сошли С ума Но Я только Что Сказал Рабская Психология Человек Который Не раб Который Свободный Который Гордый Человек Он Никогда Не сядет Писать А на нем Пули Донос Все Давно Уже Опробовано Многократно Когда Власти Нечего Предложить Населению Они Им Дают Что Они Им Дают Ненависть К Предательным И Врагам И Дают Команду Этой Своей Негодяев Мерзавцев Фас И Вот Эти Безумцы Спущенные С поводков Начинают Рвать Тех Кто Еще Сохранил Разум А Потом Уже Они Начнут Как Всегда Рвать Друг Друг Я Все Время Говорю Что У них Нет Никаких Силовых Инструментов Все Всегда Делают Ваши Сослуживцы Ваши Заседи Ваши Родственники Учителя В школе Администраторы Шариковы Сейчас Торжествуют На территории России Настало Их Время Время Темы Перед Рассветом Самое Гнусное Самое Подлое Время Вот Маленький Пример От Евгения Который Пишет Дорогой Марат Здравствуйте Сегодня Стал Свидетелем На рынке Феодосии Такой Картины Продавцу Мяса Пришло Уведомление От нечисти В лице Женщины Лет 40 Уведомление Без Подписи От Соответственного Лица И без Печати Естественно В общем Запрещают Фарш Домашние Колбасы И так Далее Продавец Шоки Однако Получил Уведомление Поставил Подпись В ее Журнале Что Ознакомлен С Документом Сам Поставил Добролин То есть Принял Их Правила Игры Мужчина Адекватный Порядочный Однако Видимо Даже Не Сообразил Ее Послать Куда Подальше Просто Безропотно Подписал Рынок Пустой Раньше Я сама Была Свидетелем Как На нем Шла Активная Торговля Из-за Конкуренция Можно Было Сторговать Хорошую Цену Сейчас Два Три Прилавка С мясом И все Те же Ограничения На соседнем Рынке Нельзя Торговать Яйцом Домашними Йогуртами И так Далее Я Всенужные Для моей Семи Продукты Пишет Она Всегда Покупаю Напрямую Фермеров Причем Зачит Надешевле Так Избегая Посредников Они В свой Товар Не закладывают Аренду Дополнительно Затрат Обменим С телефонами Уходим Ватсап Заказываю В начале Недели Товар И забираю В конце Недели Видно Что активно Душат Тех Кто Что-то Еще Делает Что-то Производит Однако Видно Не всем На показ Нечисть Демонстрирует Ремонт И обновление Оборудования Рынки Видимо Ушипляют Бдительность Верно Подмечено Евгением В прошлом Ролике Об реставрации Дорог В Крыму Типа Блокадном Обновление Идет Полным ходом Укладывает Пахучий Асфальт Дизель При этом Уже Стоит 74 Призраков Рубля Аргументы Типа Его везут Обход Крымского Моста Поэтому Так Дорого Все Явно Сворачивается Полным ходом Вот Такое Письмо Присылал Евгений Друзья Я Когда-то Года Четыре Назад Я Говорил Что Вот Все Закрывает Предприятие Сворачивает Производство По всей Европе Но при этом Процветает Строительный Бизнес Строили На ура Все Вся Европа Покрыта Была Новостройками Вокруг Промышленных Зонах Вокруг Городов Просто Безумными Темпами Велось Строительство Новых Эстакад Новых Развязок Новых Дорог Новых Зданий Новых Огромных Торговых Комплекс Тогда Уже Был простой Вопрос Который Я тогда Говорил К вам И говорю Сейчас Вот Страна Возьмем Страна Ну любая Да возьмем Маленькую Бельгию Есть Там Население Бельгия Который Потребитель Который Потребляет У населения Есть Определенный Уровень Доходов То есть Суммы Все Известны Средняя Сумма По стране Сколько Населения Имеет Денег Свободных Сколько Свободных Денег Завезут Туристы Ну и так Далее Даже Там Можно Слегко Посчитать Сколько Будет Денег От Так Скать Нелегальной Деятельности Тех Жителей Африки Которые Там Активно Трудятся Сейчас Бельги Но дело Не в этом Дело В том Что Вот Есть Сумма Грубо Говоря Есть Сумма 100 Евро Есть Сеть Бельги Была И 20 Лет И 15 Лет Назад Сеть Магазинов Супермаркетов Мелких Лавок Сырных Лавок Мясных Лавок Молочных Лавок Магазинчиков Которые Торгуют Зеленью Арабских Магазинчиков Китайских Магазинчиков Ресторан И так Далее То есть Не было Нигде Никаких Проблем Пойти Купить Товар То есть Можно было Сесть на машину Подъехать Супермаркет И загрузить Багажник Машины Товаром Без очередей Без Толкотней Без Без Всяких Без Всякого Напряжения Зачем Рядом С одним Супермаркетом Который Еле Свою Концы С концами Строить Два Новых Супермаркета Кто Кто Это Дает Деньги Какой Безумие Сфинансирует Зачем Там Ставить Новые Развязки Для Этих Новых Супермаркетов Делают Развязки Съезды Эстакады Все Вопрос Зачем Кому Это Все Надо Зачем Строить Новое Жилье Если На Старое Нет Покупателей Ведь Цены Это Искусственно Поддержит Высокие Ноживе При Этом Конечно Кредиты Ничего Почти Не Стоили Кредиты Там Копеечные Совершенно Были Вы Знаете Почти Что Близки К Нолю И Вот Сейчас Одновременно По Всему Миру Как Говорится Взяли Большую Дубину И Начали Этот Строительный Бизнес Спешно Сворачивать Большой Дубиной Рыск Подняли Процентные Ставки По Кредитам Россия По Моему Уже Там Если Центробанк 13 Можно Предположить Что Коммерческие Банки Давили Уже Проценты Где-нибудь Процентов До 18 Но Проценты Кредиты Выросли По всей Европе Выросли В США И так Далее Стоимость Дешевые Деньги Исчезли Эти Все Отрасли Начали Закрываться Даже Швеции Строительные Шведские Фирмы Стали Сворачивать Производство Закрывать Заводы Шведские Строители Начали Закрывать Заводы В Норвегии В Финляндии И так Далее То есть На рынке Жилья Полный Застой Кому Нужен Сегодня Новый Магазин Когда В магазинах Исчезает Ассортимент Товаров То есть Резко Уменьшается Ассортимент Товаров И на тех Площадях Которые Есть Торговать Нечем При этом Резко Естественно Растет Цена Энергетики Особенно Дизельного Топлива Потому что Ну Все перевозки По Европе В основном Идут Грузовиками А грузовики Используют Дизельное Топливо То есть Все понятно Вполне Я об этом Говорил Что со временем Это все Мыльный пузырь Который Лопнет И один прекрасный День Вся Строительная Активность Просто Станет В ноль Никто Ничего Строить Не будет В принципе Любой Может Напечатать Дома Любой Документ Как Вот Писала Евгения Муть Какую Написать Поставить Шапку Название Документа И Пойти На рынок И с этим Документом Запрещать Людям Продавать Что угодно Молоко Или мясо Или салат Или петрушку И там Начать Как Выражается Там У России Любят Кошмарить Этих Самых Продавцов Самое главное Что за всем Этим Ничего Нет Только Муть И ложь А люди Просто Подписывают И идут Выполнять Я уже Говорил О том Что покорность Уникальная У населения Завтра Придут Уроды В халатах Или в униформе И скажут Что сейчас Будут Стерроризовать Прямо на дому Ваших детей Кровым ножиком И все Согласятся С этим Я вас Уверяю Что все Согласятся И не надо Писать Что будет Сопротивление Если кто-то Будет Сопротивляться То набегут Добрые соседи И помогут Тем кто пришел Стерроризовать Ножами Ваших детей Если вы Не согласитесь То соседи Помогут А завтра В халатах Уже не придут А только придут В униформе Если вы Откажете Страшные вещи Происходят По всему миру Одновременно Скоро Ведь жаловаться Будет Некуда Вот Читаю Сообщение От Алексея Куканова Он часто Присылает Интересные Документы Из Белоруссии Белорусский Государственный Экономический Университет Приглашает Научных Работников Профессорско-преподавательский Состав И аспирантов Принять Участие В Межвудовском Круглом Столе С международным Участием Название Трансформации Механизма Государства В период Становления И развития Инновационного Электронного Государства Инновационного Электронного Государства То есть Открыто Говорят Что уже Создается Электронное Государство Этот Самый Форум Состоится 27 октября 2023 года На базе Университета Целью Проведения Мероприятия Обсуждение Правовых Аспектов Трансформации Механизма Государства В условиях Формирования Внимания Новой Цифровой Реальности В рамках Круглого Стола Планируется Обсудить Теоретические Прикладные Вопросы По следующим Направлениям Первое Трансформация Государственного Управления Местного Самоуправления В условиях Развития Информационного Общества Второе Цифровые Трансформации Сферы Бизнеса Образования Здравоохранения Иных Сверхжизнедеятельности Их Правовое Обеспечение Третье Этнические Правовые Аспекты Цифровой Трансформации Четвертое Цифровизация Нормотворчества Это очень важно Цифровизация Нормотворчества Думайте Сами Далее Идем Следующее Правовое Обеспечение Информационной Безопасности И самое Последнее Самое Важное Использование Искусственного Интеллекта В судопроизводстве Нотариальной Деятельности И других Юридических Сферах Все Приговор Подписан Судопроизводство Нотариальной Деятельности И другие Юридические Сферы Происходит То о чем Я вам говорил Лет 5 еще Назад У меня Все время Возникает Один и тот же Вопрос Эти вот Все Участвуют В этом Юристы Судьи Прокуроры Адвокаты Чиновники Да и те же Студенты В этом Юниверситете Они что Не понимают Что завтра Их так называемые Услуги Стоят Ничего Не будут А сами Они из важных Идиотов С дипломами Званиями Превратятся В идиотов Не имеющих Ни работы Ни профессии Кому Нужен Будет диплом Этого Самого Университета Друзья Я в описании Под роликом Как всегда Разместил имена Всех помощников Которые оказали помощь Мне в моем Творчестве За неделю Приношение Приношение всем Слова Искренней Благодарности От себя Лично И от вашего Имени Там же Вы можете Найти ссылки По которым Можете легко Кто-то Не делал Это Присоединиться К их Числу Друзья Сегодня Медленно И постепенно Происходит Вообще Страшный Процесс Нормализации Того Что в корне Противоречит Совой Сущности Не только Человека Духотворенного Но и Даже Любого Животного Рода Эффектом Нормализации Принято Называть Сегодня Понятие Современной Заказной Психологии И социологии Это не науки Это заказ Такой Который Называется Психология И социология Который Описывает Процесс В результате Которого Определенное Поведение Мнение И явление Сначала Всегда Считавшееся Ранее Неправильным Противным Аморальным Или Более того Признаком Явного Душевного Заболевания То есть Ненормальности Идиотизма Там Шизофрении Странным И неприемлемым Еще вчера Это было Например Кто не может Представить Еще 20 лет Задача Тот Начал Искать Поиск И писать Что он Там 25 Пола Какого-то Или Ориентация На Садизм Или Мазокизм У него Открыто Со временем Это Сегодня Становится Нормой Нормальной Для человека Или группы Людей Например Группа Людей Под радужными Флагами Бегает По школам Ходит Пропагандирует Или прыжкам На площади С воплем Кто не Скачет И так далее Это тоже Группа Определенная Этот эффект Может возникать Из-за Постоянного Повторения Новых Извращенных Ложных Знаний И информации А как же В результате Привычки Подчиняться Требованиям Мифического Большинства В случае Воспитания Формирования Человека Носителя Рабской Психологии Эффект Нормализации Рабует Исключительно Только В негативном Ключе Для всей Популяции То есть Он позволяет Опасные Агрессивные Деструктивные И даже Совершенно Криминальные Действия Направленные Против человека Воспринимать В том числе И самим Объектом Над тем Человеком Вот там Пример был В письме Когда ему Запрещают Фарш продавать Воспринимать Как нормальные Он даже Не проверяет Что же Документы Ему Дают Кто Дает Я же сказал Любой Может взять Тетрадь Напечатать Документы И идти На рынок Как крайний Пример Это Правила Жизни В зоне Например Где то Что вообще Ненормально Оно Нормально Становится Или Правила Воспитания Сексуальных Изращений За норму Современного Свяхнувшегося Общества Рабская Психология Внедряется Воспитывается Действующей Системой Власти Если Господа Используют Эту психологию Сущит На свою Пользу То Не Господа Те Которые Рабы Которые Поддерживают Отставят И исповедуют Под стулатой Этой психологии И они Тоже Не принимают Никаких Разумных Доводов Никаких Аргументов Против Такого Мышления Без Сомнения Достойны Быть И оставаться Всегда Рабами Системы Вот Мы В свое Время С вами Увидели Яркий Пример Коллективной Рабской Психологии Который Был Воспитан В Советском Союзе Который Мы Получили Эффект Мы Получили В виде Событий 90-х Годов Алекс Пишет Национальная Гордость Тереб Победа Над Германией А в 91-м Получали Гуманитарную Помощь С ФРГ Вроде Шмоток Поношенной Одежды Обуви И покупали На расход Немецкие Поддержанные Автомобили Друзья Я добавлю От себя Что Следующее Просто Тогда Вопиющие Факты Очереди Макдональдс Когда Москва В это Время Была Оккупирована Команда США Израиля Когда Военные Аэродромы В первую Часть Все Стратегические Перешли Под контроль Из дней И по сей День Находится Под контролем Из дней Те Которые Все Действующие Находятся Все Находятся Под внешним Управлением Разыгранный Августовский Пуч Помните Команда Передал Управление ФРС Все Зарубежные Считают СССР Он Даже Весь Бриллиантовый Фунт Вывез Подменил Все Стразом Из Сваровской Фирмы Стразы Начали Подменять Прибрежнево Ввозили Все Запасы Которые Имели Стратегическое Значение С военных Складов Выводили Ракеты Тактические Среднего Радиуса Действия Исчезали Деньги Партии Я имею В твердой Валюте Которые Были За Рубежом Как и Деньги Партии В свое Время Помните В Третьем Рейхе Исчезли Все Деньги Фюреры Кто Все Это Грузил Я Спрошу Вас Кто Возил Кто Продавал Кто Рассказ Может Пиндос Нью-Йорка Или Брит Излом Все Делали Офицеры Генелар Директора Технический Персонал Предприятий Которые Потом Закрыли Которые Все Потом Остались Безработными Все Дружно Растаскивали Свою Страну Им Говорили Че Вы Там Мы Сейчас Тут Выпускаем Это Это Военное Да Завтра Мы Тут Начнем Кастрюлю Выпускать Весь Мир Нашими Кастрюлями Завалим И Сковородками И Будет Вам Все Делали Люди Которые Жили В СССР Все Делали Те Кто Имел Хоть Малейший Доступ Хоть Маленький Начиная С сундуков Прапорщиков И Кончая Директорами Национальных Музеев Вы Помните Улицы Забитые Столейцы Петера Да И Других Крупных Городов Гаслужащими Которые Оказались На улице Вместе С армадой Безбедельников Из всех Союзных Которые В раз Перестали Всем Платить Зарплаты Выгнали На улицу И Все Сбережения Которых После Павловской Реформы Оказались Бумажным Мусором Как Дети Великих Победителей В Великой Отечественной Войне Стояли Торговали Содержимость Своей Шкафовой Кладовой Чтобы Купить Хлеб И Молоко Академический Значок Вешали На грудь Шли На улицу И стояли Там Холготки А потом Бежали Покупали Пару Ножек Буша А их Дети Гордо Выставили Все эти Портреты Своих Дедов Потом Позднее А если Не было Своих То чужих Портреты Устраивали Маш Бессмертного Полка Идиоту В виртуальном Пространстве Даже Не понимая Что Их Деды Если бы Ожили То душили Своими Руками Таких Богатых Их Подвигами Внуков Просто Душили Внуков Голыми Руками Таких С их Портретами Их Маршем Бессмертного Полка Кстати Более Десяти лет Назад Была Например Предпринята Открыта Совершена Попытка Полного Не долетела Не долетела Совсем Чуть И Взорвалась Остатки Топлива Взорвались В воздухе Обломки Разлетелись В разные Стороны К тому же Сама Боеголовка Вообще Не сработала За древностью И ветхостью Так как Все сроки Хранения Зрывателей И сам Наполнитель Накопитель Скорее всего Вышли из строя Лет 20 До этого Так что Жителям Челябинска В то время Очень повезло Десять лет назад После чего Идиотам В Москве Пентагоне И Мальке Пришлось Срочно Осознать Тот Очевидный Фан Что Того Оружия С высокоточными Носителями У них Нет И Тот же РПГ-7 Куда Эффективнее Всех Стратегической Авиации Поэтому Они Устроили События 2014 Года С двумя Республиками Малороссии Сейчас До них Дошло Что И с Обычными Видами Вооружения Дело Совсем Плохо Обстоит Даже Патронов Для Стрелкового Оружия У них Практически Нет Поэтому У нас Уже Идут Виртуальные Бои Дронов Дроны То Севастополь Атакуют То Москву Атакуют Собянина Как и отбивает Для Тенниса Так вот Таким Прошлым Гордиться Никак Нельзя Только Стыд И Праведное Желание Чтобы У всех Покорных Всех Рабов Всех Темных Которые Это Допустили Поглотило Полное Забвение Нечисть Все время Пытается Восстановить Контроль Над Куполом Который Висит Над Нами Пытается Вступить В диалог С инженером Хозяином Весного Свода Не Понимая Что Того Давно Уже Нет Но Нет Контакта У них Система Вышла Из Полного Из Под Контроля Искусственный Интерлект Который Там Всем Рулит Пока Давно Отслужил Своё Еле Еле Тянет Система А равновесие Окончательно Свершит То Что Они Описывают В Своих Жи Работах Так И Да Развернутся Небеса Но Только Все Совсем Не Страшный суд На земле Уже Завершён Палач Работает Неустанно Разрушение Купола Просто Всё Это Один Из Этапов Так Как Все Тени И Все Тьмой Наделённые И Все Клоуны И Все Инотические Сущности Просто Исчезнут Совсем Исчезнет И это Отражение В том Виде В каком Мы его Знали Сейчас Оно Уже Мёртвое Это Отражение Немногие Настоящие Уйдут Чез Открытые Порталы В реальное Настоящее Место Бытие Тель Стабилизируется И примет Нормальную Форму Как и все Стабильные Отражения Если В основном Мире Всё хорошо Нормально То здесь Будет Вполне Себе Нормальное Стабильное Отражение Тут Возникнет Новый Мир В котором Никто Не будет Подозревать О том Что Все Они Новые Персонажи Совершенно Нового Мира Так Как Колесе Времени Нет Ни Начала Ни Конца Я Даже Не знаю Какими Красками Будет Усветиться Новые Небеса И Никто Вам Сегодня Это Не скажет Ясно Что Не Антарное Скорее Все Небо Будет Амбера Здесь Настоящих В этом Мире Не Будет А Историю Теней Будут Писать Тени Вернее Тени Будут Считать Что Пишут Свою Историю Вполне Возможно Что Они Просто Снятся Кому Нибудь Вершителю Уже Снятся И Постепенно Обретают Плот И Кровь Только Вот Душами Он Их Наградить Никак Не Может Только У Потом Творца У Настоящих Есть Право Творить И Одно Из Основных Привилегий Творить Это Рожать Детей Наделенных Новыми Душами У Артюра Рымбо Есть Такой Стих Бедняки Во Храме Бедняки Во Храме Там Есть Такие Строки Им Запах Ладана Милее Чем Запах Хлева Как Псы Побитые Умельные Слабы Сладчайшим Христу Царь Земли И Неба Они Несут Свои Нежнейшие Мольбы Шесть Дней Господь Велит Им Напрягать Селенки И Только На Седьмой По Благости Своей Он Разрешает Им Закутавшись Пеленки Баюкать И Кормить Рывущих Малышей Там Дома Холод Соры Грязная Посуда И Вечно Пьяный Муж И Вечно Затклый Дух А Здесь Собрание Почтенных Сухогрудых Поющих Поющих Плачущих И Ноющих Старух Советую Найти Это Стихотворение И Прочитать Его Полностью Еще Советую Вам Ознакомление Такой Есть роман Не пожалеете Макса Фрая Называется Он Путешествие В Кентаре Еще Попробуйте Найти Старый Фильм 1953 Года Называется Он Голос Тишины С Жаном Моро Там Хорошо Показана Душевная Страда И Нескольких Персонажей Особенно Любопытен Бунт Души Священнослужителя Против Лжи В которой Он Варится В Своей Церкви Благодарю Вас Друзья За Внимание Сейчас Как Всегда Немного Поэзии Друзья Это Стихотворение Я написал Вчера Стихотворение Называется Владыки Тьмы Слушайте Думайте Пишите Владыки Тьмы Ничтожны Но Жадны Князья Порока Биржи Короли Убогие Сатиры Самовласти Косым Дождем В извечности Ненастья И вечный Ад И вечные Жиды Князья Порока Биржи Короли Где Год За Век Отчас По весу Золата И Пламенность Огня И Вонь Слепых Болот И С глупой Улыбкой Толстый Кот Чеширский Кот Разлегшийся Вдали Где Год За Век А Час По весу Золата Республики Продавцы Продавцы Слуге Покорные Покорные Ниц Ползут В Очередях За Призраками Веры Пропахли Все И Ядами И Серой Пред Жалкими Царями Преклонясь Идут Бредут И Падают Все Ниц Благодарю Благодарю вас Всех За Внимание До Следующей Встречи Которая Состоится Как всегда В четверг Благодарю вас